здравствуйте студия олег хилл с выпуском самых актуальных новостей великобритании на 3 июля как говорится июль подкрался незаметно уже полгода после нового года как не бывало но давайте перейдем газетным заголовком в любом случае что сегодня пишут британские газеты банки предупреждают о свободе слова и забастовках до 2025 года предупреждают газеты цикла в газете times гласит врачи выиграют обещание о зарплате если откажется от забастовок забастовки врачей это тема нескольких первых страниц на сегодня включая times в газете сообщается что министр здравоохранения стив баркли заявил что готов предложить врачам более крупное повышение зарплаты если они все-таки прекратят забастовки для того чтобы возобновить переговоры также отмечается что министр баркли уклонился от ответов на вопросы о том как будут именно оплачиваться новые планы национальной службы здравоохранения на сумму более двух с половиной миллиардов фунтов стерлингов главная новость газеты daily express это то что врачи грозят продолжать забастовку до 2025 года если требования по зарплате так и не будут удовлетворены газета daily express пишет что врачи больниц которые участвуют в забастовках грозят продолжить протесты до 2025 года если они все-таки не получат повышение зарплаты на 35 процентов газете говорится что британская медицинская ассоциация заявила о том что не будет никаких уступок в промышленных действиях после следующих всеобщих выборов если это потребуется в газете daily telegraph главная статья обозначена как банки должны уважать свободу слова своих клиентов министр финансов глубоко обеспокоен тем что банки закрывают счета клиентов из-за несогласия с их мнениями пишет газета daily telegraph казначейство сообщит банкам что они должны защищать свободу слова говорит газета заголовок газете daily mail остановить разрушительный запрет на бензиновые автомобили в 2030 году газета рассказывает о плане правительства запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году но вы помните эту тему мы неоднократно обсуждали так вот газета пишет что производители таких автомобилей а также лидеры отрасли продаж требуют чтобы премьер-министр риши сумок пересмотрел этот временной график и рискнул разрушительными экономическими последствиями в проведенном опросе выяснилось что три четверти британцев против планов правительства запретить бензиновые и дизельные автомобили к 2030 году газета guardian сообщает что по данным опроса 71 процент опрошенных людей боятся что статус национальной службы здравоохранения как бесплатной для использования находится под угрозой газета ай сообщает что избиратели начали переключаться с премьер-министры из-за его неудачного управления инфляцией на других кандидатов газета мир дель мир сообщает о планах либо риской партии по улучшению школ в англии но имеется ввиду вероятно улучшение образования предполагается что партия представит на этой неделе предложение о направлении супер учителей в низкопроизводительные школы но если у нас раньше были супермены то теперь есть супер учителя эти команды неких супер учителей будут состоять из опытных учителей директоров которые сосредоточатся на проблемных областях таких как поведение и успех учеников тут даже комментировать затрудняюсь газета сан сообщает о столкновении английских болельщиков крикета с австралийской командой после спорного отстранения джонни берстов во втором матче серии это в принципе вот эта ситуация с крикетом почти в каждой газете это куда важнее того что происходит в мире я так понимаю теперь для газет но в любом случае газета сан также сообщает что семье джорджа майкла разрешено установить его памятник рядом с его бывшим домом в горе нон темс в оксфордшире планы на бронзовый памятник певцу были представлены его наследниками пять лет назад газета метро со своим заголовком это просто не крикет газета метро тоже пишет что после спорного отстранения джонни берстов во втором матче серии команды эш начались серьезные ссоры между болельщиками которые перешли в драку заголовок газеты financial times гигантский облигационный фонд пимко готовится к более жесткому снижению в мировой экономике первая страница газеты financial times рассказывает о том как управляющий облигационным фондом пимко дэниэл и васин предупредил что рынке слишком оптимистичны относительно способности центробанков избежать рецессии в борьбе с инфляцией в сша и европе газета пишет что главный инвестиционный директор компании готовится к более жесткому снижению чем другие инвесторы ну и наконец-то газета daily star как обычно с ярким заголовком который гласит китайские космические лунные ядерные бомбы они выходят за рамки этого мира в своей газете и их главная история посвящена лунным амбициям китая газета пишет что страна замышляет добычу ресурсов на луне попытки создать и разместить космическое ядерное оружие именно на луне и это такое предупреждение исходит от ученого военного космического командования великобритании вот такие люди у нас работают в космических агентствах сейчас я хочу вам рассказать то что наш канал является медиа спонсором первого про бизнес форума который состоится 9 июля уже совсем скоро состоится он в лондоне и это мероприятие для предпринимателей малого бизнеса в англии и тех кто только собирается начать вести бизнес в великобритании спикеры и темы которые там будут рассматриваться это екатерина голд маркетолог она объяснит как эффективно использовать маркетинговые инструменты для роста бизнеса как получить суду под разный бизнес и под разные бизнес цели а также роль адвокатов в этом процессе расскажет юрист осель джумбаева вуд иммиграционный юрист алексей паньков расскажет как получить визы для квалифицированных работников а также спонсорские лицензии для британских компаний ну а бизнес коуч надежда хлиманова пояснит о пользе бизнес коучинга для предпринимателей про бизнес форумы это в целом клуб для предпринимателей малого бизнеса поэтому я рекомендую подписаться на их страницу facebook чтобы видеть какие-то обновления и какую-то информацию о том как вести бизнес британии ну а конечно же не упустите возможность узнать новые вещи получить новые знания найти поддержку и вдохновение для успешного бизнеса на про бизнес форум я вас тоже на него приглашаю конечно же приходите покупать билеты все ссылки будут в описании насколько я знаю билетов осталось немного потому что там есть ограничения если я не ошибаюсь в 50 человек которые будут присутствовать если они ошибаюсь но в любом случае у меня есть два билета на этом мероприятии я отдам их тому кто в комментариях напишет почему этот билет нужно отдать именно ему если таких комментаторов будет несколько то устроим между ними розыгрыш и один из них даже два из них получат билеты на это мероприятие все остальные пожалуйста покупайте а теперь переходим к основным новостям не переключайтесь глава международного агентства по энергетике фатих бироль заявил что цены на электроэнергию могут резко вырасти этой зимой что может потребовать вмешательство правительства для субсидирования счетов повышение цен на газ возможно в случае быстрого укрепления китайской экономики и суровой зимы что окажет давление на потребителей бироль отметила что правительство должны поощрять энергосбережения и развивать возобновляемую энергию однако представитель правительства великобритании заявил что счета за энергию в этом месяце снизится в среднем на 430 фунтов цены на газ взлетели как пишет газета после вторжения россии в украину что привело к росту счетов за электроэнергию во всем мире многие правительства включали в великобританию включая великобританию оказали поддержку для домохозяйства для того чтобы смягчить удар по потребителям бироль сказал что этой зимой нельзя исключить рост цен на газ также он отметил что правительство включая великобританию должны продолжать внедрять меры по энергосбережению развитию возобновляемых технологий и так чтобы возникла ситуация что можно будет сократить время получения разрешений а также всем придется искать какие-то альтернативные энергетические варианты для того чтобы греться но ведь там не топит не топит и света нет вот видите немножко геополитики острова оргны рассматривают возможности изменения своего статуса великобритании или становления самоуправляемой территории норвегии из-за несправедливого финансирования об этом заявил председатель совета внесено предложение о рассмотрении альтернативных форм управления которая будет обсуждаться завтра днем советник джеймс сток он утверждает что эти острова терпят ужасное неудачное положение и из-за этого они не получают справедливого финансирования в рамках из текущих отношений с правительствами великобритании и шотландии также они хотят изучить опыт коронных зависимостей ну зависимости от короны имеется ввиду таких как channel island и заморских территорий включая фолклендские острова он сообщил bbc радио скотланд следующим нам отказывают в тех вещах которые получают другие регионы например какие-то скидки снижение стоимости проезда на пароме и так далее и именно поэтому мы хотим присоединиться к норвегии чтобы вы понимали вообще где это находится я специально посмотрел карте вот там находятся эти острова вот тут находится норвегия и они хотят присоединиться к норвегии как вы считаете есть у них какой-то шанс или нет или все таки им дадут какую-то скидку на паром и так далее английские автострады самыми большими ямами наконец-то раскрыты имеется ввиду объявлены не то чтобы победители в этой номинации но есть список этих автострад и выплаты из-за повреждений автомобилей составили более шестисот шестидесяти тысяч фунтов самая крупная выплата была связана с личным травмированием то есть человек получил травму после того как у него случился инцидент он попал в яму на дороге в 2017 году тогда одному водителю было выплачено двести восемьдесят тысяч и пятнадцать фунтов инцидент произошел на дороге на трассе а 45 который идет на восток от бирмингема и проходит мимо нек обходит ковентри и rugby а затем сливается с м-45 водитель попал в яму и получил травмы настолько серьезные что получил более четверти миллиона фунтов в качестве компенсации не ясно конечно какую именно травму он получил но сумма компенсации впечатляет не забывайте в британии если вы попали на своем автомобиле или на мотоцикле в яму на дороге вы можете подать в суд на компенсацию из-за того что где-то находится такая яма из-за ям по всей великобритании люди обращаются все более творческим методом чтобы привлечь внимание к проблеме как вы видите и надеются что я мы эти починят а ну не только вот такие яркие веселые инсталляции можно увидеть на дорогах но и то что как мы рассматривали в предыдущем выпуске кто-то рисовал пенисы вокруг этих ям и так далее но самая большая компенсация за повреждение автомобиля составила 9779 фунтов имеется ввиду без травмы пассажира или водителя то есть за автомобиль 9 799 фунтов автострада м6 является самой большой в стране причиной из-за многих выплат из-за того что на ней много ям всего было выплачено почти семьдесят восемь тысяч фунтов из-за ям только на этой дороге крупные выплаты за повреждение автомобилей произошли на перекрестке там ворта южнее на а 5 где один водитель получил около шести тысяч фунтов в качестве компенсации и на перекрестке вансфорд на а-47 где было выплачено чуть более двух тысяч фунтов из-за того что автомобиль получил повреждения люди как я уже сказал все более творчески подходят проблеме этих ям используя различные методы для того чтобы привлечь внимание к состоянию дорог пассажиров или пассажиров железнодорожного транспорта предупреждают о нарушениях в движении в следующие шесть дней из-за запрета на переработку обслуживающему персоналу железных дорог именно вот эта забастовка объявлена машинистами профсоюза ослев 15 компаний перевозчиков которые базируются в англии пострадают от забастовки с этого понедельника по субботу многие из них снизят уровень обслуживания а пассажирам рекомендуется как обычно проверять информацию перед поездкой это последний шаг в долгосрочном конфликте ослев по поводу зарплат профсоюз уже отверг предложение о повышении зарплаты на 4 процента в течение двух лет подряд что привело бы среднюю зарплату машинистов до 65 тысяч фунтов в год этот конфликт длится уже более года и не видно никакой перспективы с его разрешением железнодорожные компании готовятся к закрытию сотен касс представитель рейл деливери групп заявил что только 12 процентов теперь продаются в киосках на станциях и предполагаемые изменения предусматривают перемещение сотрудников из касс на места для оказания помощи и консультации большему числу пассажиров на вокзалах ну сложно сказать да конечно они просят повышение зарплат при своей зарплате там где-то в 55 тысяч они хотят получать 64 очень здорово ну хорошо что по крайней мере в театры сейчас можно еще попасть без забастовок как некоторые из вас знают на этих выходных прошел гей-парад в центре лондона и 7 протестующих активистов группы джаз стопойл были арестованы представьте себе при попытке прервать этот ежегодный парад в центральном лондоне видео в социальных сетях показывает как полиция выносит с парада демонстрантов которые временно приостановили этот марш то есть заблокировали его проход полиция заявила что целых семь человек были арестованы по обвинению в причинении общественной неприятности вот так теперь это называется перед началом парада члены группы джаз стопойл из сообщества lgbtq плюс и так далее призвали прекратить принимать спонсорскую поддержку от высокозагрязняющих отраслей организаторы оценивают что в гей-параде приняли участие более 30 тысяч человек от 600 600 организаций говоря о задержаниях уилл моррис из организации прайд ин лондон сказал что он хочет чтобы протест затмил основное основной посыл прайда прайд это протест и прайд это праздник сказал он би-би-си мы протестуем за права лгбт и так далее не наших трансгендерных соратников на отдельном марше поэтому для нас любой кто пытается помешать этому поте протесту и параду действительно подводит людей которые раз в год собираются здесь чтобы отметить и протестовать за свои права ну раньше я не замечал чтобы полиция выносила демонстрантов когда они мешают движению на дорогах города я имею ввиду демонстрантов из джаз стопойл а когда они попытались помешать гей-параду их сразу вынесли с дорог интересно одного из заключенных тюрьмы обвинили в угрожающим и оскорбителем поведении после того как нам уже знакомого или знакомой ислы брайсон это как вы помните сексуальный преступник который сел в тюрьму который вот так теперь выглядит помните эту историю в шотландии из-за чего в принципе и уволили в итоге николу стержин после своего преступления он прямо в зале суда сказал что он изменил свой пол и попросил заключить его в женскую тюрьму после чего его после возмущения общественности его перевели из женской тюрьмы обратно в мужскую так вот теперь он пожаловался на трансфобное обращение с ним в мужской тюрьме брайсон ранее был известен ранее известная да я начинаю путаться в его склонениях как его называть брайсон это она теперь она была ранее известна как адам грэм адам грэм это вот она была вот так а теперь вот так да и она стала она стала центром спора о правах трансгендерных людей и этот спор оказал большое давление как я уже сказал на николу стержин перед ее отставка из поста первого министра шотландии так вот она была изначально отправлена в женскую тюрьму а после огромного негодования общественности ее перевели в тюрьму в эдинбурге для мужчин и вот теперь 31 летний однолетний я брайнсон жалуется что мужская тюрьма полна трансфобов и утверждает что стала жертвой оскорблений связанных с ее с его полом полиция шотландии подтвердила что 24-летний мужчина был обвинен в угрозах и оскорбить оскорбительном поведении после сообщения о преступлении из ненависти в тюрьме в июне ну на мой взгляд менять пол прямо в тюрьме очень рискованно если ты только не хочешь получить от этого удовольствие ну а теперь давайте перейдем к туристам и любителям отдыхать в различных нестандартных условиях отель deep sleep открылся в недавно точнее давно заброшенном шахтном руднике сланцев графстве квинет он расположен на глубине 1375 футов это где-то 420 метров под землей и претендует на звание самого глубокого отеля в мире внутри четырех бревенчатых домиков можно обнаружить ну некоторые удобства однако добраться до отеля это ну не для слабонервных приходится преодолевать двухчасовой подъем ну или спуск при помощи карабинов и лесенок преодолевать водные преграды и заполненные водой шахтные камеры напишите хотели бы вы провести ночь в таком отеле принимая вот такой вот завтрак как вам сейчас показывают да и после этого возвращаться обратно по вот таким лестницам для того чтобы выйти наружу и увидеть нормальный свет на мой взгляд это не отеля просто какая-то дыра сеть супермаркетов aldi извинилась перед своим клиентом после того как этот клиент пожилой мужчина обнаружил живую змею в своем брокколи навел линтон шестидесяти трех лет купил брокколи в филиале филиале aldi в старт-бридже в западном мидлендс 2 июня через три дня когда он достал брокколи из холодильника для того чтобы приготовить еду он заметил внутри змею его родственники пришли ему на помощь и извлекли рептилию после того как навел ее обнаружил и сказал что он очень боится змей позже эту змею отвезли ближайший зоопарк дадли где ее определили как лестничную змею навел получил предложение о компенсации от магазина но он требует большей суммы он утверждает что предложенная сумма не компенсирует риск для его для его инвалидности это что он так перенервничался а также для для тещи которая живет вместе с ним почему-то да ну она тоже очень и очень нервничалась нервничала магазин aldi извинился и заявил что проводит расследование этого един единого случая как они сказали добавив что у их поставщика никогда не было ранее подобных жалоб лестничные змеи вот такие вот они живут обычно в галии испании южной франции в некоторых частях италии они могут проявить агрессию если чувствуют угрозу и способны выделять неприятный запах ну как наши мужики но мне не хотелось бы обнаружить где-то в качане вот таком в качане цветной капусты или брокколи змею которая вдруг будет испускать неприятный запах а теперь немножко об экологии этот июнь как вы понимаете стал самым жарким месяцем в истории великобритании что и привело беспрецедентной гибели рыбы в реках и нарушению нарушению развития насекомых и растений как предупреждают экологические организации общество охраны природы заявила что природа подверглась сокрушительным последствиям экстремальной погоды не имея возможности теперь восстановиться сегодня днем британский метеорологический центр сообщит связаны ли вот эти вес высокие температуры которые были в последнее время с изменением климата кроме того спрос на воду увеличился и в некоторых районах пиковое потребление воды увеличилась на 25 процентов сообщила вот и у кей агентство по окружающей среде сообщила что получила больше сообщений о мертвой рыбе чем в то же самое время в прошлом году многие цветущие растения включая орхидеи попросту засохли от этой жаркой температуры которая была и это означает что таким насекомым как пчелы бабочки которые питаются нектаром и пыльцой будет меньше пищи по мере повышения температуры люди также используют больше воды в своих домах в июле августе некоторые водопроводные компании поставили на 1 и 2 миллиарда литров воды больше чем в те же месяцы в 2021 году сообщает вот и у кей в дэвоне корнули и в некоторых районах юго-востока англии сейчас действует ограничение на использование шлангов вот и у кей призывает домохозяйство и предприятия продолжить экономить воду для того чтобы защититься от потенциальных будущих засушливых условий миссис морс из фонда дикой природы объясняет что люди могут сыграть свою роль в помощи природе и справиться с последствиями экстремальной жары выполняя маленькие простые действия как например оставить миску с водой в саду и это может обеспечить питье для изнывающих от жажды ежей пчел и бабочек ну а я после такой рекомендации сразу вспомнил что недавно в газетах рекомендовали не оставлять воду где-то на улице для того чтобы не плодить крыс но судя по всему бабочки намного важнее теперь давайте перейдем как раз к прогнозу погоды с игорем павлом узнаем как погода влияет на него и на нас с вами дорогие жители англии и приезжие конечно сегодня метеоцентр обещает нам настоящую феерию погодных событий утром как обычно проснувшись поймем в центральной части страны пошел дождь ой-ой-ой какая неожиданность ведь дождь в англии как золото а утренний дождь как чашка ароматного чая обязательная составляющая нашего стартового ритуала далее обратите внимание на восход солнца в йорке бирмингеме и нюкас это будет настоящее световое шоу как будто природа решил устроить нам перформанс кофе сахаром на открытом воздухе но не волнуйтесь вам не придется торопиться потому что облака будет двигаться так быстро как будто за рулем m1 автобана на пике часа после обеда у нас запланировано небольшое представление облачных актеров переменчивая область это всегда интересное зрелище а учитывая что мы находимся на британской почве облачные замашки это обязательное условие для погоды мы можем рассчитывать на тихую и спокойную часть а затем внезапно вспыхнет дождь что удивительно своей драматичность теперь давайте поговорим о температуре возможно вы ожидали что лето в полном разгаре но природа решила немного пошутить температура сегодня будет колебаться между ой как прохладно и его как жарко целом местами где-то примерно 20 градусов в общем одевайтесь слоисто и готовьтесь непредсказуемому карнавалу температурных перепадов так что друзья берегите себя не забывайте одеваться весело и креативно давайте разукрасим этот день яркими нарядами и так жители англии готовьтесь к удивительному дню сегодня потому что метеоцентр обещает нам вечеринку погоды на которой каждый найдет что-то интересное для себя приготовьтесь к смеху слезам радости немного ветреному настроению помните погода так как жизнь она не всегда бывает предсказуемой но всегда стоит вашей улыбки и хорошего настроения спасибо игорь да действительно погода сегодня удивляет я пока гулял с собаками с утра со своими собаками меня два раза попал под сильный ливень как-то вот такого между ними светило солнце но я надеюсь что такое переменчивое состояние настроения или погоды вас не коснется я надеюсь что у вас все время будет хорошее настроение в студии был олег хилл я желаю вам всего доброго и встречусь с вами в следующем выпуске всего доброго а